Здравствуйте, друзья! Мы снова ведем свой репортаж к нашей строительной площадке в Испа Лаута. Вот двор потихонечку преображается, и у нас уже посажены кустики вдоль забора. Растение это называется питоспорум. И меня уверял этот ландскейпер, что эти кусты буквально разрастутся в течение трех месяцев и очень быстро вырастут и превысят вышину забора. Кстати, о вышине забора мы поговорим немножко чуть попозже. Вот травку тоже он сделал, найс. В общем, как-то это все потихонечку преображается. С этой стороны я тоже посадил кустики. Вот очень хочется, чтобы эти кустики закрыли нас от этой улицы. Вот и они вырастут намного выше забора и будут, сделают такую зеленую стенку. А это, друзья, наши стенки, открытые изнутри. Вот мы их открыли и видим, что несмотря на такой значительный возраст, 49-й год, в общем-то дерево в очень приличном состоянии. Ничего не покрыто влагой, ничего-то все сухенькое такое. Старенькое, но сухенькое. Я вам даже скажу, что даже очень прилично все. Вот, здесь вот поменяли электричество, здесь видны прям дырочки на улицу. Ну, наша задача сейчас состоит в том, чтобы все-таки положить сюда изоляцию какую-никакую. Вот, и сделать эти комнатки более такими теплыми, чтобы можно было в них жить. Вот, ну вот, прогресс какой-то виден. Вот стройка, все, тут грязно. Вот уже лежит изоляция. R13. Eco-touch. В общем, какие-то современные уже вещи лежат. Все будет заизолировано. Потому что на крыше здесь есть изоляция. Ой, какую лампочку сюда красивую привинтили. А на крыше есть изоляция, но она какой-то трухой выполнена. Вот эта труха, вот здесь кусочек ее виден. Вот, и когда мы делаем дырки, эта труха сыпется вниз. То есть не поменять, и очень грязно становится, не поменять ее толком ничего. В общем, не получается, потому что какая-то гадкая она эта труха. Вот, а вот сейчас мы положим в стенки вот эту замечательную вату. Которую экологическую, тепленькую. И будет у нас уже не сарайчик, а, можно сказать, дом. Вот. Так что все уже тут сделано. Вот, и будет симпатичненький такой себе домик. Что тут еще у нас? Да, я вот побрызгала вот это вот, что у нас тут был фунгус. А побрызгала, и мне сказали, что нужно на грейпфрутовом, экстрактом, смешанным с водой, побрызгать. Ну, действительно, это отступило. Но мы еще поменяем здесь этот кусок шитерка. Так что не будет этой гадости совсем. Вот, и так все очень пристойненько. Ну, конечно, тут стройка идет грязно, тут очень. Кухня на месте, все на месте. Вот, очень симпатичненько. А здесь что у нас? Ну, здесь даже еще стенки не открыты. Ну, ничего, ничего. В общем, все движется не так быстро, как хотелось бы. Вот, ну, движется своим чередом. Потихоньку. Тут дверь нашу, которую я хотела предохранить, чтобы ее не это самое, не поцарапали, ничего с ней не сделали, ее уже это самое. Все ободрали с нее. Ну, так она выглядит. По крайней мере, она дает свет какой-то. Стекло у нее такое интересное. Я, честно говоря, не люблю эти овальчики, но они такие довольно популярные. В целом, все смотрится нормально. То есть, попадаем вот в это Ливенгрум. Все здесь уже сделано. Вот тоже стеночки открыты, но заложат изоляции, закроют их. Вот, а здесь все, в общем-то, приличненько. Все стады. Все в очень таком нормальном состоянии. А вот эта дверь с наружной стороны даже вполне неплохо смотрится закрытой. В общем, даже ничего. Потому что я зря на нее так жаловалась. Вполне себе симпатичненькая дверь. Ну, друзья мои, я хотела буквально сказать два слова по поводу заборов. У меня уже была какая-то запись по поводу соседей заборов. Тут возникает много разногласий. Поскольку забор сам по себе, если он ограничен с другим соседом, он является собственностью сразу двух соседей. 50 на 50. И поэтому любые вопросы, связанные с тем, чтобы то ли этот забор поменять на новый, то ли что-то с ним сделать, в общем, какие-то вещи, связанные с тем, чтобы изменить каким-то образом существующий забор, они требуют согласования с соседом. И не всегда этот сосед проявляет признаки кооперации. Иногда они просто плевать хотели на это, потому что им это неинтересно, никто не хочет складывать лишние деньги, если у него это не запланировано. Вот. Поэтому вопрос такой с соседями очень стрёмный. У нас тут выяснилось, что огромный дуб, который растёт на участке соседа, у него одна ветка, так и не просто ветка, а целая часть дерева, очень сильно выросла в сторону нашего участка. И если, не дай бог, какой-то дождь или что-то, то она может отвалиться. Мало того, на ней ещё лежат электрические провода. И это уже не наша вина, а вот PG&E, наша компания, которая обеспечивает наше электричество, она положила туда какой-то изолятор на эти провода, чтобы они уже совсем на ветках-то не лежали. Но если эту ветку спилить, то провода будут совсем уж низко над землёй. И это вообще уже нелегально, не лезет ни в какие ворота, потому что это будет ниже человеческого роста. Провода вот на столбах, дому будет висеть так низко. Поэтому, да, а дерево соседское, а на нём лежит наш провод. И вообще весь этот бренч, это у нас называется вообще эта часть дерева, нависает опасно над нашим участком. Ну и вот сейчас нужно выяснять, собственно говоря, как заставить этого соседа своё, собственно, дерево каким-то образом потримать, чтобы оно не угрожало нашей безопасности. Ну вот мне посоветовали обратиться в Сити, потому что я вообще даже не знаю, кто сосед наш, и вообще как его найти, и всё такое прочее. В общем, поручить это дело Сити, чтобы они разбирались с этим соседом и заставили его какие-то предпринять действия, потому что мы своё дерево как-то вот немножечко обкорнали. Что же касается нашего забора, собственно, где у нас нет никаких соседей, у нас забор довольно низкий по всему периметру, и поэтому участок у него совершенно нет никакой прависти, он просматривается со всех углов и со всех сторон. И вызвано это тем, что, опять же, Сити регулирует высоту заборов у угловых участков и не разрешает значительной части, там кое-где разрешается иметь забор до 6 футов, там, 3 метра, да, в основном это 4 фута, то есть это 2 метра высоты забор, который не обеспечивает никакой вот прависти, и всё у тебя наружу. Но, 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 вот если бы мы попытались поставить другой забор, то Сити тут же бы прилетела и сказала, что так делать нельзя. Но мы посадили кусты, и эти кусты, я почитала на них обзор, да, и посмотрела картинки на гугле, эти кусты, когда они разрастаются, при том, что их правильно тримают, они образуют стенку, причём стенку совершенно непрозрачную, где-то толщиной инчи 12 фут, да, ну, это зависит от того, как их подстригают. Ну вот, и стенка, это может расти очень высоко, 9-10 футов, причём, как утверждает мой садовник, он говорит, что это всё происходит очень быстро, что до конца сезона оно вырастет очень сильно. И если сверху это всё подрезать, то оно растёт вширь, и тогда действительно стенка, это зелёная стенка, получается очень густой, вообще через неё ничего не видно, ну, и вообще гораздо приятнее, чем смотреть на забор такой, да ещё и низкий, гораздо приятнее смотреть на высокую зелёную изгородь, за которой не видна ни улица, ничего. И это даст возможность нам всё-таки создать вот такой вот укромный уголочек, чтобы к нам никто сильно не заглядывал, вот, и мы никого сильно не видели, потому что, смотри, там особо не на кого. Вот такая вот история. И Сити уже, и он мне говорит, вот, говорит, как хорошо, говорит, забор нельзя ставить большой, а растения могут быть любой высоты, вот как их подсережёшь, так и будут. И будет высокий забор, ничего не будет видно. То есть, вот видите, как, есть какие-то регуляции, но всегда есть какие-то пути, не нарушая регуляции, сделать всё-таки то, что ты хочешь сделать и добиться того результата, к которому ты стремишься. Ну, вот это, собственно, мой небольшой такой комментарий по поводу заборов и нашей стройки. И поскольку мне добавить больше нечего, то вот на этом на сегодня мы и прощаемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok